Средо равненное море, гордареет, буревестник, чем потом-то. Александр Вольпин без запинки цитирует самые известные строчки своего знаменитого соседа. Больше ста лет назад Максим Горький снимал комнату здесь, в особняке купца Лебедева. Александр же поселился в доме еще в начале 70-х и всегда интересовался его историей. Тут же ведь не было вот этих всех квартир, когда купец построил их, когда был Горький. Здесь же ведь на месте вот здесь и вот соседи, которые там справа, это же была большая зала, а потом в советское время настроили перегородок. Если вы подниметесь выше, вот квартира, которая вот так над этой расположена, вот там окна выходят на глухую стену. Так Александр Вольпин объясняет журналистам, где именно жил Горький. Он сам и его соседи уверены, комната располагалась на третьем этаже. Но план, который был составлен со слов супруги писателя Екатерины Пешковой, этому противоречит. Доподлинно известно, что квартира его находилась на втором этаже, а окна выходили не на улицу Куйбышева, а на глухую стену. Это и есть та самая квартира, но как мы видим, следов той эпохи уже не сохранилось. А вот эти стены, возможно, еще помнят буревестника революции. В Самару Горький, тогда еще никому неизвестный Алексей Пешков, приехал по совету Короленко. Ровно 125 лет назад. Жесточайшие депрессии, банкротство семейного дела, трагическая любовь. В итоге две попытки суицида. В Самаре же начался иной период в его жизни. Он начинает работать в самарской газете под псевдонимом Иегудиил Хламида. Пробует себя как писатель. Именно здесь родятся его знаменитые старуха из Иргиль и песни о соколе. В Самаре Горький сменил три адреса. Здесь, на Куйбышево 91, был последний. Вот по этой же, да, я так понимаю, дороге ходил? Каждый день утром с декабря по май 1896 года ему было ходить совсем рядом. Вот буквально две минуты и он на службе. Значит, он удобно. Ну, я не знаю, ходил ли он обедать домой. Куда там обедать, там некому было, да. А вечером со службой он точно так же возвращался вот в этом своем странном наряде. Странный наряд писателя стал его особенностью. На хорошую одежду у Горького денег не было, а ходить так, как все, не позволяла гордость. Необычная амплуа сыграла ему на руку. Он пользовался популярностью у противоположного пола. В рядах поклонниц молодой корректор Самарской газеты Катерина Волжина, будущая супруга писателя. Она жила в 98-м доме на Чапаевской, тогда Николаевской. На первом этаже у семьи Волжинах была столовая для бедных, а на втором – жилые комнаты. Вот уже полвека в квартире Волжинах живет Валентина Иноземцева, а еще раньше – ее бабушка. Но о том, что их предшественники были такими знаменитостями, женщина узнала случайно. Здесь целая сенсация. Приходили цветов в море. Потом начали. Что, Валя умерла? Валя умерла. Столько гвоздик было, там цветов столько. Ну, все школьники, там несколько рядов там был. Парад целый был. Читали стихи горько. Вот. Ну, я слышал немножечко, что давно здесь это… Кто-то жил, кто-то жил. А потом смотрю, а еще повесили. Пешковы уехали из Самары весной 1896-го. Екатерина приезжала на родину в 57-м. Побывала в родном доме и там, где жил ее супруг, когда они познакомились. Сделать в доме на улице Куйбышева музей Максима Горького предлагали не раз, еще в советские времена. Идею так и не реализовали. Но Самара помнит писателя. В честь него в городе названы улица, театр, музей и горький центр. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События.